Здравствуйте! Меня зовут Ольга Комракова, я ведущая визажист Clorans в России. И сегодня для сайта glamour.ru я покажу, как создать макияж в самых последних тенденциях весны этого года. Это будет все о сияющей коже, выразительные глаза, нежные губы. Для того, чтобы создать эффект сияющей кожи, я буду смешивать сразу три текстуры. Тональное средство от Tenue, немного базы и клейминут, и буквально одно нажатие сыворотки Double Serum. Все это аккуратно перемешиваю ватной палочкой, чтобы получить более легкий, более сияющий тон. И затем с помощью кисти я буду наносить это на все лицо. Начиная с центра зоны, для того, чтобы излишки тонального средства не скапливались по росту волос или в бровях, всегда начинаете с центра, с центра лба, с центра щек. Такой вот микс сыворотка Double Serum еще дает дополнительный эффект слияния с кожей, для того, чтобы вы выглядели так, как будто на вас нет совершенно никаких средств макияжа. Но только вы будете знать секрет, что на вас их целых три сейчас. И не забываем про шею. Обязательно растушевываем то, что осталось на вашей кисти в шею. Можно не наносить уже такой же слой, как мы наносили на все лицо, а просто растушевать остатки. Посмотрите, какой получается нежный сияющий тон. Великолепно выровнял общий оттенок кожи, текстуру кожи. В то же время абсолютное ощущение того, что на лице ничего нет. На область вокруг глаз мы наносим специальный корректор, который придает коже сияние и корректирует мелкие недостатки. И затем мягкими похлопывающими движениями мы растушевываем средство уже по направлению к виску. Огромный плюс этого средства в том, что его можно наносить на макияж вечером после работы. Если вам хочется снять следы усталости и продолжить ваш день, можно очень быстро освежить свой макияж с помощью корректора и кляминут. На подвижный век я буду наносить специальную базу для того, чтобы макияж глаз был более стойким, чтобы веки были более ровные, более ухоженные. База отличается от корректора тем, что она абсорбирует влагу в течение дня, тем самым продляя стойкость вашим средствам, которые вы наносите на глаза. Наносите базу очень легким слоем. С этим средством главное не переборщить, для того, чтобы у вас не получился обратный эффект. Фиксируем тон лица с помощью прозрачной компактной матирующей пудры. Она идеально абсорбирует блеск в течение дня и может быть вашим помощником, вашей косметички, для того, чтобы вам можно было быстро скорректировать макияж. В основном я наношу пудру на Т-зону. То же, что остается на кисти, я мягко растушевываю по контурам лица. Для того, чтобы скульптурировать лицо, подчеркнуть скулы, я буду использовать бронзирующую пудру. Начинаю с области под скулами, это самая темная зона на лице. Обязательно растушевывайте в ушки и проходимся дальше по кромке волос. Старайтесь, чтобы ваша кисть для контурирования была не очень жесткой, чтобы ваши линии получались естественными и мягкими. Далее я прохожусь по контуру лица, немного по крыльям носа. Переходим к макияжу глаз и начинаем его с прорисовки ресничного контура. Я буду использовать специальный лайнер, который легко заполняет все пространство между ресничками. Вы просто проходитесь постепенно, точка за точкой, по ресничному контуру, и ваш взгляд становится более выразительным. Чтобы подчеркнуть цвет глаз Ольги, я наношу по линии роста верхних ресниц карандаш сливового оттенка, такой достаточно интенсивной линии, которую я затем слегка растушую только в верхней ее части. Нижняя часть, которую вы нанесли по ресничному контуру, должна оставаться интенсивной, менее растушеванной. Чтобы правильно вывести хвостик этой линии, лучше смотреть прямо перед собой. Вы можете выбирать любые оттенки карандашей. Это может быть и глубокий кофейный коричневый, и синий оттенок, и черный. В зависимости от того, какая гамма теней предпочтительна. На все подвижное веко я буду наносить бархатистые монотени нежного серо-бежевого оттенка. Там, где эти тени ложатся на карандаш, мой оттенок получается более насыщенным. Вы можете это делать пальчиком. Так вы сразу наносите тени более интенсивно. Но там, где нужно особо тщательно растушевать вашу текстуру, конечно, лучше использовать кисть. И по складке век я растушую эти же тени уже другой кистью, для того, чтобы мой макияж был более нежным, немного дымчатым. На область под бровью я буду наносить светлый оттенок бархатистых теней, чтобы слегка высветлить эту линию. Для того, чтобы сделать ваш взгляд более выразительным, старайтесь наносить в основном тушь на корни ресниц. Можно первые один-два слоя аппликативно нанести только на корни. И уже затем протягивать цвет по всей длине. Сейчас в моде достаточно интенсивный акцент на ресницы, причем и на верхней, и на нижней. Поэтому этой весной не бойтесь переборщить с тушью. Вспомните фотосессии Твиги, которая клеила по две пары накладных ресниц иногда. Сейчас этот образ очень-очень актуален. Когда вы наносите тушь на нижние ресницы, старайтесь также в основном уделять внимание корням ресниц. Очень мало кому идет интенсивный акцент на кончики нижних ресниц. Это скорее придает вашему макияжу немножко театральный эффект. Поэтому, опять же, один-два слоя наносите вначале аппликативно только на корни ресниц. Вы можете оставить такой вариант макияжа глаз, когда основной акцент у вас на верхнее веко, благодаря теням и интенсивному нанесению туши. А можно немного добавить макияжу графичности и сделать небольшой такой эффект смоки, прорисовав слизистую глаз этим же карандашом, которым мы делали подводку, и слегка подчеркнуть нижний ресничный контур. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Старайтесь не оставлять эту линию без растушевки, для того, чтобы ваш макияж оставался легким и воздушным. И теперь с помощью серо-бежевых теней я еще смягчу свою нижнюю подводку, для того, чтобы создать дымчатый эффект макияжа. Сейчас в тренде мягкая растушеванная линия бровей, поэтому для макияжа бровей Оли, несмотря на то, что у нее достаточно темные брови, темные волосы, я выбираю средний оттенок теней, чтобы сделать эту линию более мягкой. Перед нанесением помады я хочу добавить уже знакомую вам базу и клеоминут, чтобы добавить светоотражение. Для макияжа губ я буду использовать на первый взгляд достаточно яркий оттенок питательной помады Ружикля, но если вы наносите ее пальчиком, начиная с центра губ, то у вас получается очень естественный и, главное, модный оттенок. Деграде это иногда называется, когда один цвет мягко переходит в другой. Вы можете сами варьировать интенсивность такого макияжа в зависимости от настроения, от повода. Главное, что таким образом помада наносится очень естественно, вы вбиваете ее в губы и макияж получается очень-очень стойким. Чтобы освежить тон лица, я выбрала для этого макияжа нежно-розовый румяна, который идеально подходит в тон помады и очень красиво смотрится ранней весной. Наносите освежающие румяна на выступающую часть скул и мягко растушевываете волосы. Для того, чтобы дополнительно придать лицу сияние, можно добавить базу и клеоминут со светоотражающим эффектом на верхнюю часть скул с такими легкими похлопывающими движениями. Это не будет таким нарочитым, слишком ярким бликом, будет очень красиво играть при солнечном свете, при повороте головы. Для того, чтобы закрепить результат макияжа и дополнительно освежить лицо, я буду использовать фиксатор для макияжа, который содержит экстракт розы и граффрута. Фиксатор для макияжа